В этом уроке мы поговорим об энергии, а также рассмотрим тактику бум-зум. Чтобы всем было понятно, энергия – это скорость, и в дальнейшем я буду говорить скорость для понимания. В прошлых уроках мы изучали схождение, и я рассказал об угле, от которого зависит ваше положение в бою. Если вы выигрываете угол, то вы имеете инициативу в бою, но даже при выигрывании угла присутствует другая инициатива. Это скорость. Угол и скорость – два фактора, влияющие на занятие позиции. Для большего понимания скоростного боя, давайте разберем, как борьба за угол влияет на скорость. В бою для завоевания угла мы доворачиваем на противника, и чем сильнее мы тянем ручку, тем больше мы отыгрываем угол. А из-за чего мы можем так тянуть ручку? Правильно, из-за скорости. И чем сильнее мы тянем ручку, тем больше скорости мы теряем. Значит, мы можем отыгрывать угол, используя скорость. Самолет без скорости не может быстро маневрировать, особенно в районе скорости сваливания. В него легко попасть и сбить. Поэтому скорость – это все. Если вы плавно будете делать разворот без потери скорости, вы можете проиграть угол противнику, который резко доворачивает на вас, но при этом скорость будет у вас выше. Противник выигрывает позицию, отыграв угол, но если после этого он не сможет по вам сделать выстрел, то он останется в проигрыше. Мы можем сохраненную скорость разменять на высоту, а уже находясь над противником отыграть угол. Вот так постоянно идет борьба. Одни пилоты борются за угол, другие пилоты стараются ходить на скорости. Но если в дуэльных боях на одинаковых самолетах разница в скорости обычно небольшая и угол имеет большее значение, то в дуэлях на разных типах самолетов набор скорости чаще происходит в пользу немецких самолетов. Ведь увеличить преимущество скорости можно пикированием, набором высоты или набором скорости в горизонте, а немецкие самолеты делают это лучше советских. Пилоты, ведущие бои на скорости, имеют меньше шансы прозевать противника, т.к. летая на большой скорости, к таким пилотам быстро и тем более внезапно не подлететь. Нужно быть намного выше них, чтобы с высоты разогнаться и догнать их, имея большей скорости. А защищаться, имея хорошую скорость, намного легче. Но не всегда превышение высоты даже на 2 км может привести вас к победе. Например, вы видите противника на удалении 2-3 км, при этом вы еще и выше него на 2 км. И если вы начнете набирать скорость пикированием до высоты противника, то ваша скорость может достигать 700 км в час и более. Такая скорость будет выдерживаться, пока вы меняете высоту на поддержание скорости. И чем больше вы поддерживаете скорость, тем больше вы ее теряете. Вы потеряете значительную скорость от сопротивления воздуха. И если вы начнете набирать высоту после долгого спуска, то не сможете выйти на изначальную высоту, имея ту же скорость, что была в начале пикирования. Подходя к противнику, вы будете иметь больше скорости, но если противник вас заметит, то он уже может уравнять скорость, начав пикирование. И здесь уже большую роль играет двигатель самолета. Если ваш двигатель менее мощный, то вряд ли вы догоните противника, который, уравняв скорость, начнет набирать высоту и получая преимущество над вами. Пилоты, ведущие бои на скорости, имеют меньше поражений, чем пилоты, летающие в стеллфайте на малых скоростях. Ведь таких пилотов как раз избивают и файтеры на проходах, что еще раз доказывает преимущество ведения боя на скорости. Вы даже можете провести тесты. Например, одну неделю полетать в стеллфайте, закручиваясь и теряя всю скорость, а вторую неделю полетать на скорости, и вы заметите разницу по потерям самолетов. Попробуйте. Если с виражами и доворотами в стеллфайте все ясно и понятно, то о ведении боя с сохранением скорости, думаю, стоит рассказать более подробно. Что нужно для успешного ведения боя на скорости? Первое. Знать характеристики самолетов. Второе. Уметь оценивать скорость противника и расстояние. Третье. Без явного преимущества по высоте или скорости, управление самолетом достигать плавными движениями ручки, не достигая больших углов атаки, при которых значительно теряется скорость. Четвертое. Когда есть возможность, постоянно стараться набирать высоту или увеличивать скорость. Пятое. Выполнять маневры с набором высоты и меньше выполнять горизонтальные маневры и маневры через низ. Эти маневры хоть и на немного, но будут уменьшать скорость из-за противления воздуха. Шестое. Уметь реализовывать преимущества скорости для получения угла с выходом на стрельбу. Давайте разберем вот этот бой, где пилот Яков вначале ведет бой на скорости и не позволяет мне зайти на него, но потом он почему-то отказывается от боя на скорости и сам себя подставляет под удар. Сейчас я пытаюсь разогнаться, подныривая под противника, в надежде, что он меня не видит, но он меня прекрасно видит и также следит за моими действиями. При этом он набирает высоту. Это говорит о том, что противник понимает энергетику боя. Когда я подхожу ближе и начинаю идти вверх, противник начинает идти вниз, не давая мне выйти на позицию стрельбы и мне приходится начинать заново подготавливать позицию для атаки. Я ухожу вверх и занимаю высоту. В это время противник начинает разменивать полученную скорость на высоту, стоя в мелком наборе и выдерживая хорошую скорость для маневра. Я также стараюсь ходить на скорости, осматриваюсь, так как в любой момент может подойти другой противник. Заняв позицию над противником, я начинаю на него заход. И опять противник парирует мой заход вертикальным маневром, ведя бой на скорости. При этом я не могу до него довернуть, даже с перегрузками. Бой получается очень энергичный и мне уже самому интересно, чем он закончится. Я слежу за противником и пытаюсь залететь ему за спину, чтобы получить выгодный угол для атаки. Но противник продолжает вести бой на скорости, поочередно разменивая высоту на скорости и наоборот. При этом он не делает резких доворотов, не ходит по горизонту и сохраняет скорость. Бой слишком затянулся и так как других противников так и нет, я решаю сесть противнику плотно на 6, находясь прямо над ним. Такую ситуацию нельзя допускать, когда вы ниже противника и ведете бой на скорости. Лучше держаться чуть в стороне. Дело в том, что находясь прямо под противником, вы не сможете увернуться от его атаки, если противник начнет падать на вас вертикально без тяги. Что бы вы ни делали, любой ваш маневр будет парироваться с резанием угла противника за счет преимущества в высоте и собственно в скорости. Как бы вы не заложили вираж, противник выждет и подготовит позицию для атаки, как вы видите в этом примере. Так же вы не сможете уйти на вертикальный маневр, не давая противнику выстрелить по вам, потому что угол будет очень острый и противник с легкостью возьмет упреждение и выстрелит. Пилот якобы совершил ошибку, отойдя от боя на скорости и поэтому я смог зайти ему в 6. Но в дальнейшем подошел другой противник и я не успел его сбить, мне пришлось его бросить и выйти из боя. Теперь давайте я покажу вам на примере этого видео, как выравнивать скорости, когда противник, например, выше вас. Если противник выше вас и под вами есть достаточно высоты, чтобы преобразовать ее в скорость, значит ваши дела не так уж плохи. Остается дело за малым, заставить противника спускаться за вами. Делается это очень просто. Когда противник начнет свой заход на вас, вы должны начать полого спускаться с небольшим наклоном, набирая скорость. Здесь главное не переборщить. Если у вас маленькая скорость, то скорость и угол пикирования делайте чуть больше, но прям отвесно вниз конечно не нужно пикировать. Если скорость более 400 км в час, то начинайте спуск более полого. Противник идет за вами. Скорость нарастает, но у каждого самолета есть свой предел и рано или поздно из пикирования придется выходить. Как мы знаем, советские самолеты могут выдерживать скорость всего до 750-780 км в час, а немецкие с легкостью выдерживают 850 км в час. И если вы на немецком самолете, то пикируйте и ничего не бойтесь. Первым вы уж точно не развалитесь. Как только самолет противника начинает выходить из пикирования, мы также выходим из пикирования и дальше уже действуем по обстановке. Или доворачиваем на противника, или уходим с мелким набором высоты. Если вы летаете на скорости, то в свалках вы лучше оцениваете обстановку, чем пилоты, которые ведут бой между собой. Если бой у земли и бой ведут несколько самолетов, то вам туда. Они заняты ближним боем и им некогда смотреть по сторонам, а вы видите всю картину боя и можете с легкостью атаковать нужного вам противника. У вас есть скорость, вы уже можете подловить любого противника в свалке и на проходе сбить его. Вам не нужно никуда доворачивать. Ваша задача внимательно оценить обстановку и подойти в нужное время, сделать выстрел и уйти так же незаметно, как и пришли. После атаки никогда не уходите резко вверх. Это самая главная ошибка, которую делают многие пилоты. Дело в том, что вы можете не доглядеть контакт, который будет видеть ваш заход. И так как у него тоже будет много скорости, он выберет именно вас. И в момент, когда вы начнете после атаки делать разворот, он вас и подловит. Запомните. Правило. Когда вы ходите на скорость и атакуете на проходах, первое, что вы должны сделать после атаки, это посмотреть на шесть. После того, как вы убедились, что за вами никто не летит, на вас никто не падает и нет никаких подозрительных контактов, вы можете делать разворот и повторять атаку. Сейчас давайте разберем тактику бум-зум. Главное правило этой тактики – ударил, убежал. И удар обычно наносится сверху, с преимуществом скорости. В случаев много, в которых используется такая тактика, это банальное пикирование на противника, который не видит вас, вывешивание противника с последующей атакой сверху и другие ситуации. Для использования такой тактики бум-зум вам необходимо иметь преимущество перед противником. Оно может быть в высоте или в скорости. Если вы сходите с противником и у вас больше скорости, то вы, конечно же, сможете уйти вверх и занять высоту, после чего бум-зумить противника сверху. Чтобы успешно применять бум-зум, вы должны уметь занимать позицию для стрельбы, которая достигается срезанием углов и подхода к противнику на близкое расстояние. Именно близкое, потому что это увеличит вашу точность стрельбы в разы. Как заходить на цель, срезая угол, мы уже изучали. Надеюсь, здесь все понятно. Преимущество бум-зума в том, что вы всегда имеете преимущество над противником. Не важно, сколько противника будет под вами. Вы в безопасности. Вы можете пикировать в толпу и с уверенностью уходить от них на скорость и опять на высоту. Главное постоянно контролировать ситуацию. Если противников несколько, один может отвлекать вас и брать удар на себя, а другой в этот момент в стороне будет набирать высоту. Вы должны это видеть и, конечно, переключаться на этого умника в стороне, который думает, что он умнее вас. Конечно, все зависит от самолета, на котором вы летите. Бум-зумить вы можете на любом самолете, даже на 110-ке. Но лучше для бум-зума подходят скоростные самолеты с хорошим вооружением. А для боя с несколькими противниками подходят самолеты с высокой скороподъемностью, такие как Б-109 Фридрих и Густав. Из советских самолетов ЛА-5 больше всего подходит для бум-зума, имея хорошее вооружение и скоростные данные, которые помогут уйти от противника, если запахнет жареным. Но вести продолжительный бум-зум с несколькими противниками могут только Фридрихи и Густавы из-за высокой скороподъемности. Самый лучший вариант при бум-зуме – это когда противник вас не видит. Вы спекировали, атаковали и ушли с победы опять на высоту. Но так бывает не всегда. И чаще, конечно, противник видит заход и пытается уклониться от атаки. Вы должны понимать, чем вертикальнее вы будете падать на противника при атаке, тем ниже вы провалитесь вниз. Внимательно следите за противником. После атаки вы можете попасть под контратаку противника, ведь вы провалились вниз, а он остался наверху и уже наводит на вас нос в то место, куда вы летите, чтобы сделать выстрел. Чтобы не подставиться под выстрел, у вас есть два варианта. Либо вы заранее готовите маневр уклонения с перетягиванием ручки и резким уходом наверх, после чего вы теряете значительно скорости. Либо вы проходите прямо и разрываете дистанцию. Так как у вас скорость большая, вы быстро развиваете дистанцию и опять займете высоту, как показано в этом видео. видео. Ранее я говорил про то, как спускать противника и уравнивать скорости. Не забывайте об этом и все взвешивайте. Если все-таки пойдете за противником вниз, то вы уже не будете бунзумщиком и не охотником. Возможно вы жертва. Помните об этом. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.